я приветствую всех и каждого с вами body вы знаете давно у нас не было подкастов и принципе особого желания у меня почему так записывать не было последние три месяца последний у нас вышел в январе не знаю как то я так посчитал что будет желание что не сказать я скажу но я по прежнему уверен что как бы не особо они пользуются популярностью и я если честно для себя не до конца понимаю необходимость записи подобных подкастов раз в месяц может быть чаще может быть реже может быть у меня в комментариях напишите и объясните нужны они вам вообще в принципе или нет если нужны то конечно же мне никогда не тяжело записать если не нужны тогда и мне легче так я спонтанно просто сел записать подкаст подумал о чем можно сказать накидал себе просто даже искать парочку одну-две идеи чем можно было бы обсудить с вами в этом подкасте но не будем говорить что он итоговый за три месяца просто то что на текущий момент записи я записываю я его сейчас скажу когда 29 апреля так что можно считать что это такой под итоговый подкаст за апрель но не суть важно о чем я хотел поговорить о том подкасте я даже не составлял себе план ничего просто решил отметить пару вещей первое я хотел бы отметить касаемо канала то что канал потихонечку растет как обычно у нас медленными темпами набирает базу подписчиков как это было с самого начала основания моего канала быстрой славы он не сыскал я не знаю сыскает ли но по крайней мере новые подписчики приходят я вижу это по просмотрам я вижу это по комментариям и по всем другим параметрами десна что меня огорчает касаемо нашей каналы и группы это то что группа вконтакте довольно таким мертвая кавычка когда потому что не знаю каким образом сподвигнуть вас в ней общаться активно что-то обсуждать размещать комментарии постить новые какие-то новости обсуждения вопрос и так далее тому подобное если честно не знаю чем это связано вроде приличное количество подписчиков мне что на канале что на в группе не накручивал никогда базу подписчиков но при этом какая-то на немножко неактивно не знаю чем это связано я можно сказать нахожу себе оправдание в том что возможно люди которым интересно меня смотреть такие же по характеру как и я аят человек довольно таки в этом плане не активны но если не считать нашу группу вконтакте то есть я никогда не ставлю никакие лайки не особо как-то пишу комментарии может быть связывается именно с этим но не ищу себе оправданий я надеюсь что со временем группы и канал будут развиваться и все таки и тот и другой параметр это социальные сети и главное них общение главное них активность не хочу вас уговаривать но просто хотелось бы чтобы и канал и группа были живы это такая немножко минутка грусти в начале а второе что я хотел бы отметить что наверно вы заметили что у канала появился такой своеобразный фирменный стиль связанный он с оформлением канала там с аватар коми с превьюшками к выпускаемым видео как я его называю человечек какой своего рода аватар body который родился на свет благодаря богдану полонскому модератору администратору нашей группы его совместитель победителю конкурса которым проводили еще в январе на фанат ему хочу выразить огромное спасибо за то что он делает занимает у него какое-то его свободное время это что он делает это безвозмездно для меня вдвойне приятно также как вы заметили не постепенно будут появляться новые заставочки несколько мне предоставил один из подписчиков ему тоже за это огромная благодарность но я буду выпускать их постепенно наверное потому что я ставлю заставки которые по моему мнению подходит по атмосфере там и по содержанию видео играм будут появляться новые со временем заставочки одно из них также сделал богдан что ему тоже огромное спасибо тоже такая довольно атмосферная отображающая суть канала но это все то что касается делать технических не буду обсуждать то что мы проходили с вами в апреле и в других месяцах за которые я не под не писал подкасты что можно сказать пару слов сейчас на канале такая основная игра это райзен до рпг щеков которые ушел с головой которую я сажусь играть в когда мне выпадает свободная минутка я не берусь за другие крупные проекты но и считая там инди хорроров и хорроров там мелкие на то есть надо там 2 3 4 5 серий я стараюсь хочу ее максимально быстро для себя нужно записать пройти потому что в неё действительно погружаясь с головой то есть я сажусь записывать там три-четыре-пять серий понимаю что уже довольно поздно и что я уже давно уставший а играть все так же хочется очень нравится мне это играть честно я в рпг щеки всегда погружаюсь с головой как это было с ведьмаком и с другими проектами чем прелесть для меня уже горел в этом самом прохождении что я играю в нее вслепую то есть я не читаю никаких гайдов ничто сажусь просто и потихонечку и осваиваю да где-то может быть для кого-то кто игру уже прошел выглядит что я потупливаю но ребят ну я играю для себя то есть я хочу уже говорил это хочу познать и допереть до сего сам спасибо за содержательные и помогающие комментарии но вы сами понимаете что серия записывается на большое количество вперед ну то есть на данный момент когда я записываю подкаст записано уже 35 серий райзен но выпускать они выходить они будут по одной в день для для поддержания графика если честно потому что это не только нужно записать это нужно еще и обработать и зарендерить и залить ну то есть занимает определенное время записать ну как технической точки зрения это не самая трудоемкая и времезатратная часть деятельности на ютюбе это то что касается райзена проходили всякие другие мелкие хоррор хоррора так стал уже таким не скажу визитной карточкой но одной из содержательных частей моего канала и понимаю что искать большинству но многим нравится прохождением но именно таких проектов хорроров энди хорроров понимаю почему всегда приятно смотреть кто-то пугается и матерится местами даже смешно касаемо хорроров у нас вообще май получается у нас довольно таки содержание на выход проектов месяцем и уже вот наверно когда этот подкаст выйдет может день день и может быть раньше может его даже выпущу в тот же день если получится вечером быстро обработать его может сразу и выпущено не суть важно май содержатель у нас на выходы игр и содержательные на хорроры в частности на днях как я уже сказал должен выйти точнее уже в этот же день когда я записываю подкаст ночь должен выйти daylight отлично должен получиться хоррор его фишка в том что прохождение его будет не длинные но то есть одна серия так понимаю будет занимать одно прохождение но там фишка в генерируемых уровнях то есть каждое прохождение будет как новое с какой стороны так поймать ее монстры будут вылазить вообще в принципе генерация локации коридора комнат заданий записок и всего остального будет рандомной то есть я так понимаю мы одну серию будем посвящать одному такому прохождению где нужно насколько я понимаю опять же потому что я не играл еще и особо не интересовался то есть мы попадаем на круто локацию нам нужно сбежать во психушке и что-то такое ну судя по тем роликам немногочисленным которые видел игра должна получиться действительно качественные действительно интересно обязательно будем конечно проходить я думаю если одна серия будет занимать одно прохождение ну может серии 5 10 запишем что даже замахнулся но 5 она точно запишем не знаю посмотрим надо посмотреть пощупать ее потрогать помацать покоцать и там уже решим сколько будет выходить серий ну и там через недельку у нас если не ошибаюсь 7 мая выходит для утла со всеми любимой игры всеми любимой ужастика всеми любимой кирпичного завода вы с благо если я не ошибаюсь дополнение которое расскажет нам и предыстория так понимаю и уже эпилог к основной истории от ласта журналист который будет расследовать все эти тайны тайной корпорации я думаю больше довольно интересно потому что от вас засел в моей памяти довольно долго долго но я думаю как и у многих я даже помню что отнесу к одной из игр года по моей версии года 2013 я думаю не нужно много здесь об этом говорить от вас это уже фирменная марка одно название которое уже заставляет дрожать процент что это все по хоррорам но еще есть у меня на примете на данный момент скачано два хоррора хочу им чуть-чуть буду скрывать первый из них это монтас мне посоветовал подписчик я не знаю сколько он длинный но в стиме его приобрел раннем доступе а второй я не знаю насколько он длинный опять же довольно короткий наверно под названием майора или мэр в таком роде не очень созвучно название там тоже связано что-то с экспериментами на психика и все такое поддержка голос лифт которого у меня нету если спрашивают буду я покупать у кого с лифта зачем он я честно не особо любите виртуальной реальности тем более если играть до канала я не понимаю как это все записывать возможно как-то это все нужно технически познать но мне даже не хочется в этом особо палец а я не любитель виртуальной реальности во всех отношениях и как бы особо за не слежу за развитием это проекта хотят конечно довольно круто и судя по тому что слышал он развивается его уже фейсбук купил да то есть увидел им какую-то перспективу для денежного развития значит проект действительно качественные значит у него большие перспективы это то что касается хорроров пройдем и все думаю моих хорроров я думаю хватит плюс еще буду какие-то индии хорроры которые будут попадаться под руку смотреть поэтому с хоррором проблем не будет для тех кто в состоянии спрашивает когда новый хоррор когда новый хоррор давай испугайся всем нравится как я говорю 5 до понимаю любимые мое слово в хоррорах это касаемо хорроров также в мае выходит ну конечно же всеми любимые всеми долгожданные всеми любим еще до того выхода игры самой главной игры по названию watch dogs от юбисофт не спрашивают ли прохождение но я конечно же буду играть я не смогу пройти мимо нее но я уже говорю что наверное сделаем прохождение также как это было с gta также как это со всеми другими сэндбокс играми я не считаю сэндбокс проекты своим коньком да то есть таким визитной карточкой прохождение на моем канале во первых потому что эти популярные игры играют практически все кто интересуется и во вторых но сэндбокс игры довольно тяжело комментировать если там не визжать не пищать не пукать не рыгать то надо может быть наверно скучно потому что там очень много контента очень много всяких поездок по пустым территориям подали подобно в центбокс и все-таки надо играть для себя я опять же как оказалось и ночью буду играть для себя и поэтому скорее всего прохождение на канале будет это то что касаемо watch dogs сейчас бы вспомнить еще что еще уходит у нас в мае до в мае у нас еще выходит две игры которые для себя отметил то первое вольфу штейн за new order на новая часть франшизы которую в принципе должна получиться довольно качественно судя потому что я видел шутер будет ли он на канале честно не знаю но для себя и конечно поиграем как минимум первый взгляд мы сделаем если у вас будет желание то и прохождение можно запилить потому что для себя то я игру наверно тоже пройду я последнее время думаю что не для для себя я уже практически с момента создания канала не играют все что играю все есть на канале но в любом случае почему если я играю почему не записать да будет это интересно не будет это же другой вопрос вам потому что опять же я думаю в эту группу поиграть все большинство людей прохождение скорее всего запилим только единственно что параллельно играть и вольфенштейн и watch dogs вы довольно тяжело поэтому что-то одно и пройду потом возьмите то второе и еще выходит а по грешечка bound by flame тоже где-то в середине месяца к сожалению не помню дату 9 мая на день победы тоже довольно интересный проект во первых рпг во вторых он интересный с этим довольно интересное исполнение ну я не знаю будет прохождение на канале старого же момент выхода потому что я еще райзен не допрошу не знаю сколько мне там еще проходить мне по моим то прикидками там половину наверно прошел поэтому я максимально хочу сжатые сроки для себя и для вас записать до пройти райзен и если я к этому моменту райзен уже запишу то и наверное бомбой flame мы начнем потихонечку играть потихонечку проходить ну как минимум как я говорю все такие крупные проекты более-менее крупным и первые взгляды на них делаем поэтому первый взгляд на обязательно эту проект сделаем тем более что он выходит на playstation 4 поэтому почему не заценить ну вот в принципе то что по планам в принципе особо больше ни о чем распространяться не хочу много мысли в голове но не многие из них хочется озвучивать касаемо канала хочу поблагодарить всех кто испытывает какой-то интерес к моим видео то кто следит за ними постоянно огромное спасибо за комментарии которые пишите с огромное спасибо за те личные сообщения которые вы присылаете мне вконтакте поверьте мне читать нейтральные положительные отзывы о своем труде а то времени которые затрачены компьютерные игры и стараюсь сделать максимально качественно все быстро и красиво для вас очень приятно читать такие комментарии очень приятно что моя деятельность находит отзыв у у немногочисленной но все таки аудитории и каждый из зрителей каждый из участников группы каждый из почитателей канала anybody play мне дорог и искренне говорю вам спасибо мы будем продолжать все делать в том же духе и я думаю со временем разовьемся еще больше а на этом давайте закончим подкаст не знаю когда выйди следующий посмотрим как будет желание с вами был они были play в страде комментарии подписывайтесь ставьте лайки и все пока